Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Дарина Игнатьева. Ежегодно от наркотиков умирает 70 тысяч молодых россиян в возрасте от 15 до 34 лет. О проблеме наркомании заговорили сегодня и чувашские режиссеры. Скоро в прокат выйдет фильм «Ветки». Режиссер фильма Владимир Синяев сегодня в нашей студии. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Дарина! Владимир, скажите, пожалуйста, почему такое название «Ветки»? Фильм «Ветки» – ну, как бы есть песня многоточия «Ветки» 98-го года. Там такая параллель проводится, то, что судьбы ломаются, словно ветки. И именно эта песня про молодежь, в основном мое направление, ну, и все предыдущие фильмы, которые раньше снимались, связаны с молодежью. Вот когда как раз такой подростковый возраст, 14-18 лет, переходный. Ну, и как бы выбрали название, то, что судьбы именно ломаются, как ветки. Проблема наркомании. Почему вы взялись в такую острую тему? Ну, предпосылки для этого уже были давно, уже хотели давно браться. А в 2014 году, в сентябре месяце, была очень ужасная статистика в городе по спайсам. Более ста человек попали в наркологию, едва даже с летальным исходом. У нас в Чувашии? Да, у нас в Чувашии, в Чувашии, в Чувашии в основном. И мы как бы не могли проигнорировать эту проблему и тоже взялись так с энтузиазмом. Еще подключился старший помощник главного прокурора Альберт Иванович Петров, в общем. И как-то вот было слажено, налажено. Велись подготовки очень долго. То есть до марта месяца 2015 года мы писали сценарий и работали с теми актерами, которые снимались в фильме. То есть совсем простые жители были неподготовлены. И с ними в течение 4-6 месяцев велась очень сильная подготовка. И они в кадре довольно-таки хорошие результаты показали. И я очень доволен. Кстати, как происходил отбор актеров? Ну, как-то вот сама судьба двигает. Со студентами я последний год в Чебоксарском механико-технологическом техникуме работал. Пришли ко мне вот эти молодые ребята Алексей Крадков, Маргарита Гомберг и Михаил Верендеев. Они учатся в одной группе. Ну, Алексей Крадков, он ходил в театр Тесена Юрия Алексеевича. А вот эти ребята занимались у меня. И как бы они очень отыграли на очень высоком уровне. И я очень довольный остался. А вот Игорь Владимирович Ильин. Познакомились, когда снимали фильм «Куратор». У них проходил бой. И вот он как бы предложили ему сняться отрицательную роль наркобарона. И он не отказался. И на очень высоком уровне тоже сыграл. Ну, старые актеры из старых фильмов. Купцов, Никифоров. А как проходил сам процесс съемок? Где вы нашли такие интересные съемочные площадки? Съемочные площадки? Ну, вот в основном сами люди находили. Я говорю, этот фильм больше народный. Отозвались все. Работники медицины отозвались. Наркология нам очень сильно помогла. Работники прокуратуры. Альберт Иванович Петров и в прокуратуре съемки были. И около МВД были съемки. Ну, в тех местах, около которых запрещено сниматься, как бы Альберт Иванович очень много помогал. Ну, курировал. И открывались двери на вокзале, на ЖД. Тоже там не просто туда, на ЖД вокзал с камеры зайти. Ну, в общем, все получилось. И получилось довольно на хорошем уровне. Были съемки на кладбищах, чтобы атмосферу подчеркнуть. Вот этого всего, вот вы сказали, от 15 до 34 лет в основном умирает. Но мы убрали это. Действительно, атмосфера у фильма была намного жестче. Сделали его немного потеплее. Там вот ко всей линии негативной. Еще параллельно идет положительная линия. Это там Геннадий Гиков со своей подругой. У него там, ну, он пытается, чтобы сделать благополучную семью, в общем. И, как бы, потом он узнает про свою сестру Дашу. И его судьба тоже меняется. Ну, как бы, даже простые граждане из-за этих наркотиков страдают. Мы хотели вот это тоже подчеркнуть. Хотелось бы, чтобы, посмотрев этот фильм, люди одумались. Потому что, ну, страшнее нет, вот, еще раз, эта тема от 15 до 34 лет. Когда дети умирают раньше, чем их родители. Это страшная вещь. Я, ну, как бы, пересекался с этим вопросом. А вот прототипы героев какие-то были? Ну, прототипы героев, да, были. У меня из молодости, сейчас покойный. Ну, как бы, жизнь у него под откос пошла в 18 лет. Вот лежал на кровати и говорит, Володь, все так болит. Ну, органы сожженные все были внутри. Скорее бы, говорит, помереть. Ну, прям вот до муражек, до слез, честное слово. Это как-то в памяти осталось. А был довольно-таки интересный юноша. Читал книжки, молодой, очень развитый был. И как-то вот все резко так, в 18 лет изменилось, и пошло под откос. Страшные вещи вообще. Либо человек по возвышенности развивается, либо деградация идет. И вот эта вот деградация показана явно. Хотелось бы посмотреть, хотелось бы уберечь. Полезен фильм будет и взрослому поколению, взрослым тоже. Ну, с этими наркотиками, вот как бы коснулись, когда этого вопроса, и начали получать какую-то информацию, вы знаете, вот, ну, как бы из своей тарелочки вылезли, и у меня сразу столько начало появляться. Заезжаю куда-то во двор, стоят трое молодых парня, курят просто. Ну, понимаешь, откуда они спустились, из какого учебного заведения рядом, в общем. Видно, перемена была или что-то. Ну, видно, что они какой-то курят, какое-то дурманищие средства, какие-то синтетические. То есть по очереди, по кругу, по затяжке, да, во дворах даже. Я просто сам в шоке тоже был. А у нас еще русский народный театр в ДК Хузангая имени Победа. И мы как бы ставили патриотическую такую постановку Бориса Васильева «Азорь здесь тихие». И вот к моей труппе, ну, мне потом мои актеры рассказывали, приходил парень и предлагал им тоже вот эти синтетические спайсы, синтетические средства. Ну, мои ребята, они так вот, как бы у нас ни алкоголя, ни курь, мы этого вообще не касаемся. И они как бы сразу тоже его отсели. Ну, и то мне рассказали, поведали потом. Ну, страшно, что все это рядом на каждом месте. И это вообще все рядом, да. Действительно, мы как бы вот не замечаем, живем, ну, в каком-то мире, в своем, в общем. А даже не знаем, чем молодежь занимается. И это страшно. Это действительно страшно. И хотелось бы, чтобы, ну, выросло хорошее общество, потому что то общество, которое мы растим с вами, нам потом в нем с вами жить. Спасибо большое за интересную беседу. Уже очень хочется посмотреть ваш фильм. А я напоминаю, что в студии был Владимир Синяев, режиссер фильма «Ветки». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова